Техника ритуала. Это простенькая служебная техника, предназначенная для использования в любых других техниках и ускоряющая их выполнение. Ее суть в том, чтобы взять любой образ и повесить на него нужные вам ассоциативные связи. И тогда в подходящей ситуации просто мысленно вызываем этот образ, чтобы дать стартовый сигнал для техники или приема, который вы хотите провести. К примеру, облегченную версию техники перезагрузки таким макарам удается провести буквально в один момент. Что это за образ? Тело движения, слово, фраза, мелодия, зрительный образ. Вариантов множество. Для того, чтобы образ стал триггером на активацию техники, он должен быть приятным, простым и желательно активным. САА1, стрелочка вверх. Короткие ритуальные движения или слова, произнесенные с силой, прекрасно подойдут. Само запечатление в качестве триггера происходит посредством многочисленного повторения образа с нужным вам набором стартовых ассоциаций, а также с помощью усиления самих ассоциативных цепей, ведущих от данного образа. Чем выше ценность как активирующего триггера, так и стартовых целевых образов, тем лучше эффект. Поэтому еще до кучи стоит пройтись по ним всем техникой накрутки. А вот продвинутая версия техники – высший ритуал. Перед выполнением нужного действия представьте образ максимально великолепного результата этого самого действия. Это полное сознание того, что вы уже победили, даже если еще не знаете, как именно. И тогда, если ассоциативная связь между образом самого действия и образом его результата будет прочна, то шансы на достижение именно такого результата действительно возрастут, потому что совершенное действие будет усилено. Чем мощнее созданный образ успеха, тем выше и эффект усиления. Техника закалки. Максимальная скорость самопрограммирования достигается в процессе прохождения испытаний, требующих совершения волевых актов. Что вы и научились делать? Ну как быть, если в текущий момент никаких особых испытаний нет, а ускориться все же хочется? Ответ. Выйдите из осознания текущего момента. Это метод работы с осознанием времени. Если речь идет о фундаментальном времени, как о точной мере измерения мироздания, то подробнее об этом вы можете узнать из алгоритмической философии. Но сейчас нас больше интересует бытовое время, как набор шаблонов для построения мыслеобразов. Если быть точным, то в быту мы используем четыре таких шаблона. Настоящее, прошлое, будущее и неопределенное. В категорию настоящего заносятся все простые образы с доливками ощущений, а также более сложные мыслеобразы на них основанные. Паттерны будущего и прошлого формируются благодаря запоминанию и соотнесению образов из настоящего с запомненными паттернами причинно-следственных связей. И, наконец, неопределенное время. Львиная доля всех ваших программ восприятия – это именно оно. Тут вообще не задействован временной плагин. Воспринятые мыслеобразы идут без связи с вашим текущим состоянием. Но это было лирическое отступление. Вот техника, которая как раз касается неопределенного времени. Она крайне проста. Провести ее сможет любой, а вот добиться весомого полезного эффекта отнюдь не каждый. Мысленно поместите себя в те или иные игровые условия и проанализируйте, что вы будете делать в этом случае. Если вам не хватает опыта проблемных ситуаций и испытаний, то вы можете не дожидаться их свершения, но воспользоваться своим воображением и представить таковую. Эффект будет тем сильнее, чем лучше вам удастся вообразить ее. Однако будьте осторожны, все ваши воображаемые победы и поражения окажут реальный, хотя и очень сильно ослабленный эффект. Вы можете как усилить себя, так и усугубить свое состояние, запрограммировать себя как на выполнение замечательных алгоритмов, так и на полную лажу. Для опытных игроков рекомендуется проводить данную технику в хардкорном режиме. Каждый раз, когда вы сильно увеличиваете любые ценности, c2 стрелочки вверх, и испытываете высокую радость, применяйте свое воображение, чтобы создать ситуацию полной потери и расставания с данной ценностью, c2 стрелочки вниз. Эта изуверская, на первый взгляд, мера является универсальной прививкой от зависимости. К тому же, весьма обоснованной, сами посудите, придет время, и вы так или иначе потеряете все, что когда-либо приобрели. Тогда, продумав такие исходы сразу же при получении ценности, вы сможете уже заранее подготовить свою стратегию на случай наступления подобной ситуации. И когда придет время перестройки, будь оно принудительное, через болевые ситуации, или добровольное, вы уже будете знать, что делать и как поступить. Индикатором успеха будет количество страха в ходе непосредственного воображения испытания. При идеальном выполнении техники оно будет нулевым. Разумеется, для полного избавления от страха вам придется применить изученные ранее навыки метамышления. Воображая гипотетические ситуации, сделать это будет на порядке проще, нежели столкнувшись с подобным на практике. Кстати, ваши сны зачастую являются принудительным исполнением техники закалки. Только в данном случае, сами испытания придумываете не вы, а ваш высший. Ну и степень погружения, разумеется, куда как выше. Техника перепрохождения. Тот же принцип используемый в этой технике. Она труднее, но и ускорение самопрограммирования от ее применения значительно выше. Название говорит само за себя. Прошедшие события, которые существуют лишь в краткие мгновения, пока вы их вспоминаете и обдумываете, можно изменить так, как вам будет угодно. Все дело тут лишь в глубине погружения воображаемой мысли-образа и количестве повторений этого воображения. Итак, мысленно воссоздайте любую запомненную ситуацию, которую вы бы хотели перепройти, а потом сделайте это с учетом своих новых знаний и умений. Перепройдя вспомненное испытание, наилучшим образом вы частично перепрограммируете свое подсознание в том направлении, в котором осуществили перепрохождение. Если же вы просто будете вновь и вновь прокручивать в мыслях провальные события минувших дней, то вы лишь усугубите свою ситуацию, еще прочнее зафиксировав в своей памяти те шаблонные алгоритмы поведения, которые привели вас к провалу. В этом опасность данной техники. Индикатором вашего успеха будет интенсивность эмоций, сожалению, недовольство собой и судьбой. Это все тот же квалифицированный страх, порожденный осознанием потери любой ценности, C-стрелка вниз, и усиленный доливками неприятных чувств с минусовым зарядом. Надеюсь, понятно, что при наличии подобных эмоций техника является вами проваленной. Для победы же вашей эмоциональной реакцией на перепрохождение как минимум должен быть покой, а в идеале радость, и чем больше, тем лучше. Техника мультивариантности. Применим тот же принцип и к будущему. Мысли о будущем, программирование себя прямо сейчас. И этим также можно воспользоваться, причем не только для ускорения самопрограммирования. Очень эффективный способ прохождения, воображения и активное осмысление многовариантности, своего гипотетического будущего. Это даст вам прививку от зависимости от любых ценностей, которые вы в этом гипотетическом будущем приобретете. Когда разрушается один вариант развития событий, вы быстро и оперативно переключаете все свое внимание на заранее продуманный запасной вариант. Да, у настоящих героев всегда есть план Б, а у по-настоящему настоящих еще и план С, а также план Д до кучи. Без шуток, как только план Б оказывается запущен на исполнение, он автоматически становится новым планом А. И тогда хорошо бы сразу же подобрать новый план Б, если текущий снова окажется провальным. В случае очередной неудачи, производим новую замену и придумываем новый запасной план и так далее. План С нечто иное, это уже не запасной план, а план универсальный для определенного класса ситуаций. Разумеется, вы не сможете оперативно подобрать по плану Б для каждой возможной жизненной неурядицы. И в тех случаях, когда запасного плана нет, на сцену выходит план С, заранее заготовленный универсальный средств в решении проблем широкого класса. Его формула имеет вид, в любой непонятной ситуации, делай, в случае провала плана С, прибегайте к выполнению нового плана С для еще более широкого спектра затруднительных ситуаций и так до полной победы. Но в тех редчайших и сложнейших жизненных ситуациях, которые настолько тяжелые, что новому не приходит ни одного плана С, и уж тем более плана Б, остается один последний козырь в рукаве – план Д. По идее, это должен быть алгоритм с непревзойденным запасом прочности, обладающий максимальной универсальностью. План действий призванный спасти вас даже из задницы самого дьявола. Вам стоит поработать над ним заранее. Пока что мне удалось сочинить только одну формулу реализации такого плана. Коль вы попали в настолько тяжкую ситуацию, когда обычных человеческих сил явно не хватает для победы, вам остается лишь превзойти свой предел и достигнуть сверхчеловеческих сил. А это возможно только в мощнейших ИСС. Итак, план Д. Довести себя до ома помрачения и достигнуть столь мощного измененного состояния сознания, в котором вы временно обретете читерскую силу, достаточную для смятения любых преград. Будь то временное повышение физической мощи, или замедление субъективного времени, или сверхстойкость к ментальным воздействиям, или классический берсерк мод, сами сообразите по обстановке. В тяжелейших ситуациях шансы на успех невелики, но даже считанные проценты лучше, чем ничего. Для чего нужны все эти пляски с планами? Применяя такой подход, вы убиваете двух зайцев одним махом. Первое. Чем лучше вы проработаете как можно большее число вариантов гипотетического будущего, тем быстрее сможете переключаться между ними, тем меньше потерь будет в критической ситуации. Второе. Чем удачнее вы проходите как можно большее число гипотетических ситуаций будущего, тем быстрее перепрограммируйте свое подсознание прямо сейчас. Но для этого положительного эффекта вам надо проходить воображаемые ситуации максимально эффективно. Если провалите их и выдадите реакции, которые приведут к возникновению эмоций страха перед будущим и недовольства своей возможной судьбой, все тот же поражение различных ценностей, ц-стрелка вниз, усиленные отрицательно заряженными доливками из МЧ, то вы только усугубите свои проблемы. Так что при проведении этой техники будьте особенно внимательны и осторожны. Среднестатистический обыватель при наступлении небольших проблем расстраивается, при наступлении значительных проблем страдает, а при возникновении по-настоящему тяжких или непроходимых испытаний лезет в петлю. Просветленный же в любой момент готов принципиально ко всему, хоть к зомби-апокалипсису, торжению инопланетян и третьей мировой, происходящими одновременно. Причем не просто готов, а готов пройти через все это, если и не бесстрашно, то при полном отсутствии намека на страдания. Ну что, еще не дотягиваете до такого уровня осознанности? Тогда техника мультивариантности будет для вас в самый раз. Максимизация радости и воли. До этого момента мои практические рекомендации были сосредоточены на узревании проблем, превозмогании проблем и избегании тех же проблем. Но тем не менее, минимизация страха – это только одна сторона монеты умелого прохождения игры. Вторая сторона и главная – это максимизация радости. Чтобы максимизировать радость, нужно выбирать наилучшие ценности и вкладывать свою энергию именно в них. И как мы выяснили, лучшими ценностями являются те, в которые доливается модуль чувств. Если эти доливки с минусовым зарядом, то у вас будет страдание, а если с плюсовым – счастье. Просто как топор. Убираем чувства с минусовым зарядом, избавляемся от страданий, повышаем величину доливых чувств с плюсовым зарядом, увеличиваем меру своего счастья. Итак, одна сторона и другая. Однако, у монеты есть еще и ребро. То, что объединяет обе стороны. И максимизацию радости, и минимизацию страха вы сможете обеспечить себе не иначе, как посредством быстрого совершения волевых актов. Проявление своей свободы, выходящей за рамки детерминированности. Причем, для по-настоящему крутого прохождения игры, этих проявлений свободной воли должно быть действительно много, а сделаны они должны быть отнюдь не по пустякам, что далеко не всегда окажется вам под силу. А теперь я собираюсь показать вам ряд умений, которые помогут не только устроить доливки мощнейших по уровню заряда чувств, но также использовать эти доливки для форсированного совершения нужных вам волевых актов, которые оказались вам недоступны в обычных условиях. Таким образом, вы сможете решать две фундаментальные игровые задачи разом. Задачу максимизации радости и задачу максимизации воли. Техника актера. Начнем с, пожалуй, наилучшего ключа к счастью. Наиценнейший существующих – это чувство воли. Мы рассматривали его ранее. Даливается только в одноименный источник любые активные формации восприятия, ЦА, с которыми вам сложнее всего не без этого, ибо последствия. Последствия в виде потери множества пассивных ценностей подстерегают вас на каждом активном шагу. С этой проблемой можно разобраться двояко. Во-первых, сводить потери к минимуму, что вы уже научились делать, освоив соответствующие техники. А во-вторых, накручивать ценности активных программ до таких величин, что выбор в их пользу станет несомненно верным решением. Вот для этого я и вывел технику актера. Как следует из названия, для ее проведения вам придется использовать свое актерское мастерство. Краткая суть техники. Придумайте себе такую роль, которая на лучшем образом соответствует прохождению определенной жизненной ситуации, с которой вы столкнулись. И тогда, пребывая в данной роли, вам гораздо легче будет совершать оптимальные действия, требуемые от вас в данных обстоятельствах. Причем эти действия будут намного лучше того, если бы вы действовали наобум, пребывая в своей обычной роли. Зачем герои надевают маски? Затем, что с ними легче геройствовать? Работает этот механизм актерской адаптации следующим образом. Первое. Сначала вы анализируете, какого рода действия следует предпринять. Второе. Потом вы осознаете эти требуемые действия как ценности из категории миссии, то есть как переход из начальной статусной ценности к целевой статусной ценности. Третье. Затем мысленно прорабатываете оба этих статуса, начальной и целевой. Уделите особенное внимание начальному статусу, накрутите ему цепь повыше, как вы это уже умеете делать. Четвертое. Теперь основное. Заменяем ваш текущий статус на новый, только что придуманный вами начальный статус. Вы с легкостью сможете это сделать, потому что его цепь будет гораздо выше вашего текущего статуса благодаря проведенной накрутке. Это главное условие выполнения техники. Просто отрешаемся от своей текущей статусной программы восприятия и концентрируемся на новой. Простыми словами, влезаем в роль. Пятое. Вуаля. Придуманная статусная ценность открыла вам превосходный доступ ко всем соответствующим ему миссиям, которые включают в себя все требуемые действия. Ценность этих действий будет достаточно высока для того, чтобы вы начали совершать их и не колеблись. Есть два стиля выполнения актерской техники. Быстрый и продвинутый. Только что мы рассмотрели быстрый стиль по алгоритму «вхождение в роль. Действие». Продвинутый же стиль требует дополнительной подготовки. Он сложнее в применении, но эффект от него сильнее. Применять его имеет смысл в особенно сложных жизненных ситуациях, которые требуют длительного и обдуманного разруливания и которые так просто не пройти с кавалерийского наскока. Его алгоритм таков. Малое действие. Вхождение в роль. Основное действие. Также можно применять и более масштабные алгоритмы типа затравочное действие. Вхождение в начальную роль. Малое действие. Вхождение в основную роль. Основное действие. Вхождение в завершающую роль. Заключительные действия. Ясное дело, что затравочные действия ничего не решают. Они нужны лишь для разогрева и приобретения соответствующего настроя, в котором актер сможет выполнить свои основные действия. Статусные ценности миссии тесно переплетены друг с другом. Так используйте эту особенность. Не можете выполнять миссию? Получайте нужный статус и выполняйте ее в легкую. Не можете обрести нужный статус? Выполняйте соответствующую ему миссию и готово. Эта фишка работает в обе стороны. Таким образом, если вы не можете так просто взять и войти в нужную роль, выполните ряд незначительных действий, соответствующих этой роли. И роль уже ваша. Перестаньте ждать нужных ситуаций, начинайте сами их продуцировать. Ожидание событий заставляет вас подбирать ответ по ситуации. Вам попросту навязывают правила игры, а потом вы думаете, какое из действий выбрать, оставаясь в рамках этих правил. Но если вы сами начнете действовать первым, то ответ будет вам заранее известен. Вернее, это будет уже не ответ, а первое слово, которое будет за вами. И тогда уже ситуация начнет подстраиваться под ваши действия, а не ваши действия под ситуацию. Такова сила продвинутого актерского мастерства. Есть нюансы. Сложность техники актера в довольно весомых энергозатратах на ее выполнение. Очень долго в режиме актера пробыть не выйдет, так как это надо постоянно концентрироваться на своей актерской роли. Учитываем это, тратим энергию экономно и разумно. Это если вы не из числа пораженных экстравертов, которые получают большой бонус к технике актера и с гораздо большей легкостью совершают любые действия. А еще не забываем об инерции программ. Постепенно, особенно с успешным выполнением открытых миссий, ваши новые актерские роли будут закреплены и поставлены на автоматическое исполнение, плотно засев в комплексной программе вашей личности. Так что постарайтесь не облажаться с этим, продумывайте свои роли хорошо, так чтобы они были выгодны вам не только в краткосрочном, тактическом, но и долгосрочном, стратегическом плане. Техника героя. Так уж вышло, что мы живем в настолько неразвитом обществе, что самые лучшие приносящие счастье вещи пребывают в безвестии. Чувство, занимающее второе место по высоте плюсового заряда, так же как и чувство воли, осталось без общепринятого наименования. Посему я подобрал для него ближайшее по смыслу название, которое ему подходит. Чувство эпичности. Как можно догадаться по названию, возникает оно при осознании выдающейся крутости и экстраординарной значимости происходящего. И техника героя – это целенаправленный вызов доливки данного чувства с целью совершения волевого акта, который был недоступен нам по обычных условиях. Хоть заряд эпичности очень высок, энерговложения этой доливки обычно не слишком велики, однако и того, что есть, хватает для проведения техники. Ее алгоритм такой. Вызываем как можно большую доливку из МЧ и нужную активную ценность, и совершаем требуемый волевой акт. Выглядеть это будет как очень крутое, а то и вовсе героическое действие. Как можно выяснить из самонаблюдения, чувство эпичности доливается в основном в активные ценности. ЦА – 2 стрелки вверх. Но также может долиться и в пассивке, особенно если это сила и способности. Ресурсы, сопряженные с активками. ЦА – 2 стрелки вверх. Как обеспечить максимальную доливку? Есть несколько способов, но все они сводятся к одному алгоритму – накрутки. Вспоминаем основную формулу жизненных ценностей. Мастер ММ плюс доливка МЧ. Чем выше С у мастерской программы восприятия из модуля мысли, тем больше размер энергетической доливки из модуля чувств. Так что мы всеми правдами и неправдами выкручиваем С на максимум, обычно это уровень и множители КС, например, масштаб. Мера тоже подойдет, длительность слабее. Пробив определенную, весьма высокую планку, коэффициент ценности станет достаточным, чтобы активировать специальный эпический скрипт на случай экстраординарных взлетов и вызвать искомую доливку эпичности. Так, если совершая пинок ногой по врагу, простое действие – ЦА – 1 стрелка вверх, вы мысленно концентрируетесь на войне против силы тьмы, стратегическая миссия, выполнению которой поспособствует этот пинок. ЦА – 3 по 4 стрелка вверх. То доливка чувства эпичности будет что надо, и ваш пинок удастся куда как лучше. Парой ловких мыслей накрутили уровень с первого до третьего или даже четвертого, и кардинально изменили осознание действия. Хотя, по сути, само движение все то же. Накрутим еще и миру, чтобы еще больше усилить доливку эпичности. Так, хитро вывернутая комба из 10 ударов подойдет для доливки куда лучше, чем один пресловутый пинок. И неважно, если в итоге только он один и получится. Главное – концентрироваться, думать на комбо. Масштаб в виде множителя КЦ мастерской ценности тоже немаловажен. Чем он выше, тем больше доливка. К примеру, если уж мы все же решили выступить против регионов тьмы, то пинок ногой по генералу будет более масштабный, а следовательно и более ценной ценностью, чем тот же пинок по рядовому. Если подытожить все это, то можно сказать, что для вызова чувства эпичности мастерская ценность должна быть выдающейся. Не обыденной и непосредственной, а особой, желательно вообще эксклюзивной. Одним словом, достойной героя. И помните, ваши возможности по самопрограммированию ограничены по большей части вашим воображением. Технику героя провести весьма непросто. Для этого вам придется стать либо гением, либо сказочным идиотом. Ну и в том и в другом случае речь идет об особом режиме ума, отличным от режима простого обывателя. Техника шутника. А теперь рассмотрим кое-что посложнее. Еще один великолепнейший механизм, обеспечивающий, пожалуй, самый легкий путь к огромной радости. Чувство юмора. Да, вы знаете, насколько классным оно является. А вот более точная характеристика этой формации восприятия. Даливка из МЧ, заряд высокий и плюсовой, а главное, просто огромное энергообеспечение, хотя и кратковременное. Казалось бы, когда вы чувствуете что-то смешное, то вы пребываете в состоянии сильной радости, а значит, и алгоритм оценки мастерских программ восприятия из ММ тут должен быть обычный. Простое повышение. Сострелка вверх. Однако, есть чувство юмора некий специфический окрас, а также взрывообразное протекание, благодаря чему эта эмоция отличается от обычной радости. Разумеется, чтобы вызывать доливки этого чувства, надо сперва постичь саму механику юмора, саму формулу смешного. Нелегко было понять, в чем же тут секрет, но мне это удалось. И должен заметить, формула оказалась архиинтересная. Оказывается, чувство юмора используют для своего появления алгоритм идеального сверхустранения страха. Рассмотрим, как это происходит. Механику юмора составляют три программы восприятия. Первая. Основная программа в пораженном аспекте С стрелка вниз. Вторая. Преобразующая программа С1. Третья. Основная программа в исходящем аспекте С стрелка вверх. Итоговая ассоциативная цепь шутки. С стрелка вниз, стрелка вправо. С1, стрелка вправо. С стрелка вверх. Сначала человек создает воображение ситуацию, обычную программу восприятия, содержащую некоторую жизненную ценность. В мысли образ данной ценности и будет потом доливаться чувства смешного. Но это потом, а сейчас только первая стадия процесса. Так вот, воображенная ситуация у нас не простая, а на тему повреждения той самой ключевой ценности, о которой идет речь. С стрелка вниз. Обычно это совсем незначительное повреждение, сопровождающееся скоротечные эмоции легкого замешательства и растерянности. Очень слабый мимолетный страх. Это завязка шутки. Вот тут-то и начинается самое интересное. Дальше человек мысленно создает одну мелкую программу восприятия, обычную из категории убеждений C1. Сам по себе этот мыслеобраз не имеет существенного значения, но в логической связке с основной ценностью и контекстом ситуации он оказывает преобразующее воздействие. Снова перетряска основной ценности, но на этот раз в противоположном направлении. Уже не уменьшение, а рост. Внимание вновь переходит к основной ценности, но теперь эта ценность осознается значительно повышенной, совершенно неожиданным, непредсказуемым и ошеломляющим способом. Этот резкий взлет со стрелка вверх при выполнении предыдущих условий и вызывает мощную удаливку чувства смешного. Именно при таком алгоритме человек воспринимает ситуацию как юмористическую и получает огромную дозу радости, хотя и коротковременную. Это ключевая стадия шутки, озарения и смех. Да, важное замечание, чтобы все это сработало, мыслить нужно очень быстро. Если с озарением тянуть слишком долго, то вышеописанные элементы будут осмыслены вне ассоциативной цепи друг с другом. А это значит, что вместо небольшого падения и последующего резкого взлета C-стрелка вниз, стрелка вправо, C-стрелка вверх, будем другой расклад. Отдельно небольшое падение C-стрелка вниз и отдельно небольшое повышение C-стрелка вверх, но уже по отношению к совсем другому уровню C0. Озарение в этом случае будет воспринято практически равнодушно, с микроскопической дозой радости, так же, как и замешательство с микроскопической дозой страха. В общем, чтобы скрипт юмора сработал, этого разрыва логической связи быть не должно, а для этого нужно скорость соображалки, вот тогда все и будет. Но главное условие, мысли-образы потери C-стрелка вниз и повышение C-стрелка вверх, должны быть очень схожи друг с другом. То есть потеря оборачивается повышением той же самой ценности. Форма осталась та же, а содержание перевернулось с ног на голову. Вся сложность шутки в том, чтобы подыскать меткое убеждение, благодаря которому этот переворот и станет возможен. Чтобы сделать ситуацию смешной, вам сперва нужно осознать эту ситуацию пугающей, а потом быстро осознать эту же ситуацию радующей. Это и есть алгоритм шутки. Юмор таким образом выполняет функцию антистраха. Это все та же радость, только под соусом великолепного в прохождении пугающей ситуации с помощью творческого и оригинального применения логики интеллекта. Рекомендую взять пачку приколов и на практике проверить самим, как замечательно это работает. Знание о механизме чувства юмора открывает огромные перспективы по применению самопрограммирования на практике. Формула любой шутки весьма проста. Ничего страшного, ведь это не минус, а плюс. Первая цель увидеть показавшуюся страшную ситуацию так, чтобы она уничтожала как можно меньше ваших ценностей. Это позволит уменьшить доливки чувств с минусовым зарядом, которые значительно усложняют процесс проведения техники. Если же эмоции страха окажутся слишком сильными, а вы не будете обладать достаточными навыками самопрограммирования, которыми вы по идее как овладели ранее, чтобы от этого страха избавиться или хотя бы его ослабить, то вам не удастся провести технику и шутки не выйдет. Итак, когда вам удастся убедить себя в некритичности возникшей ситуации, приступайте ко второй задаче, хотя можно выполнять обе задачи одновременно, вам надо увидеть ситуацию смешной. Ситуация понижает одну ценность, и один человек видит только это, а второй видит, как эта же ситуация повышает другую ценность. Второй потенциальный шутник, но пока только потенциальный, ведь чтобы ситуация в его восприятии стала смешной, ему при помощи своего ума нужно проделать настолько ловкий логический уверт, что повышенной окажется та же самая ценность, которая первоначально оказалась пониженной. Ваши потери оборачиваются вашими же приобретениями, и вы буквально смеетесь страху в лицо. Дескать, только выиграли. Да, на словах-то это выглядит запутанно и сложно, но на практике все происходит за считанные секунды. Вам понадобится только побольше интеллект для создания логических связок, плюс желательно пребывать в общем состоянии повышенной радости и приподнятого духа. Юмор универсальный механизм превращения страха в радость. А помимо этого он еще и не дает вас остановить, пробуждая вашу волю за счет мощной плюсовой доливки из МЧ. Да, еще и из МО заодно, рефлекс смеха как-никак. Поэтому юмор и дает такой мощный положительный эффект в плане самопрограммирования. Стоит использовать его как можно чаще. Обычные шутки и приколы это выполнение данной техники в щадящем режиме, когда первоначально осознаваемые потери ценностей ничтожно малы, а потому доступны каждому. А вот если вы захотите решать таким образом более весомые проблемы, то тут понадобится тренировка. Чем выше ваше мастерство, тем все более черный юмор вам будет доступен. Тем более тяжкие ситуации вы сможете филигранно разруливать, используя технику шутника. Итак, подытожим. Базовое чувство юмора является встроенным по умолчанию в психику людей механизмом, не требующим подготовки, в то время как техника шутника на нем основанной является вершиной интеллектуально-психологического развития человека. Не скроет сложность у нее огромная, но и эффект от удачного применения выше всяческих похвал. Первое. Мгновенное избавление от страха вплоть до нуля. Второе. Мгновенный взлет радости на огромную величину, что тут же используется для третье. Великолепного повышения вероятности совершения волевого акта на эмоциональном взлете. Реализация всех трех фундаментальных игровых задач в одном флаконе. Все это оказывается под властной этой технике. Просто идеальный инструмент игрового прохождения. По мере совершенствования в данном искусстве вы сможете применять его во все более затруднительных пугающих ситуациях. А эффект от этого применения будет все возрастать. В один прекрасный день вы обнаружите, что можете пребывать в режиме шутника постоянно. И это станет вашей нерваной на земле. Вы только со стороны, это будет выглядеть не иначе, как чистое безумие. Вот только главный прикол нашей земной игры заключается в том, что победить в ней можно не иначе, как будучи безумцем. И да, раз уж речь зашла о безумии, пожалуй, пора переходить к основному блюду. И без того сумасшедшая арена для игры в смертных превращается в настоящее шизанутое царство, когда кроме вас на ней появляются другие игроки. Другие игроки. Другие игроки. Другие игроки.